Коллеги, здравствуйте! Рядом со мной Сергей Шабало, компания Третье Чувство. Здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, Сергей! Сергей, сразу хочется узнать о компании Третье Чувство. Что вы делаете? Наша компания первично специализируется на оформлении пространств для бизнеса с целью повышения маркетинговых показателей с помощью ароматов, с помощью профессиональных систем ароматизации. Кто-то называет это аромамаркетинг, сентмаркетинг, ароматизация, как угодно. Но ключевая задача первая – это разработка персонального аромата для брендов и ароматизация пространства с целью того, чтобы клиенты потенциальные, которые приходят к нашим заказчикам, были довольны и маркетинговые показатели росли. Это здорово! Все прекрасно знают, как машина времени работает запах, когда мы в какой-то момент учуяли какой-то запах, который возвращает нас в детство или возвращает нас в какой-то год, когда что-то происходило. И это работает очень сильно, потому что запах, он сильно влияет на мозг. Это потрясающе! Мы сразу хотим, во-первых, нашей съемочной группе сказать вам спасибо, потому что мы соседи на этой выставке, и мы по достоинству оценили запах, потому что это реально очень вкусно, потрясающе пахнет. И спасибо вам за такую качественную разработку. И давайте немножко поговорим о выступлении. Скорее всего, оно очень сильно затрагивало вашу работу, и вы делились каким-то интересным кейсами и мыслями. Да, во-первых, я рад, что оценили по достоинству наш инструмент и увидели его воочию, почувствовали воочию, как он работает. Затронули тему того, что аромат воздействует на память. И как раз вернусь к тому, что сегодня было выступление, на котором я затрагивал следующую тематику, что аромат, он влияет в первую очередь на две составляющие. Это эмоции и память. Эмоции, то есть мы вызываем мгновенное эмоциональное состояние, позитивное, за счет приятного, комфортного аромата. А память, так как сам по себе обоняние, оно связано прямую с мозгом и воздействует на миндалину, которая у нас есть в коре головного мозга, она отвечает за память. Соответственно, приятное эмоциональное состояние в моменте и плюс долгая память об этом, решая, это дает хороший эффект. Вот, собственно, на выступлении рассказал о том, как применялось аромамаркетинг в ритейле в целом. Для кого-то это повышение продаж, но это узкий сегмент фуд-ритейла. Для основного ритейля в основном это требуется для того, чтобы создать хорошую атмосферу, пространство, создать первое приятное впечатление, которое будет у клиентов. Вот, наверное, так. Все уже помнят прекрасную историю, когда где-то в начале магазина ставят пекарню и свежевыпеченный хлеб повышает продажи и так далее, но, я так понимаю, вы шагнули гораздо выше, вы можете сделать непосредственно целый запах для бренда. С нуля, запоминающийся и эксклюзивный. Все верно, да, потому что по статистике пока Россия очень серьезно проигрывает международным компаниям. У международных компаний это прописано в стандарте. Российские сети на протяжении последних только трех лет начинают это использовать. И, ну, все равно еще даже мало кто решился приписать это в стандарты. Говорю, у западных компаний, которые, кстати, сейчас уходят, большинство, да, это прописано. Вот, и поэтому это один из факторов, благодаря которым мы работаем. То есть мы видим, что этот инструмент положительно влияет как на посетителей, то есть я как посетитель любого магазина, чего угодно. Я прихожу, мне хочется получить приятные эмоции. Вот, соответственно, этот инструмент наш решает эту задачу. Вот, и усиливает эффект в долгую. Вот, поэтому, вот, если коротко говорить, то вот мы здесь и для этого представлены, чтобы осветить как можно большим количеством людей, потому что до сих пор оказывается, что некоторые не знают, не применяют эту историю, данный инструмент. Некоторые просто, как это есть предрассудки в отношении того, что аллергия вызывается и так далее. Но, как бы, если коротко сказать, то мы работаем с профессиональными решениями в области оборудования, с качественным там сырьем европейским, которое уже отработано, опробировано. Вот, и здесь спокойно доносим все детали, нюансы этого вопроса. Интересно, и, наверное, от вас пару слов вашим потенциальным клиентам. Нашим, если пару слов, будьте индивидуальны, думайте о своих клиентах, думайте о чувствах и эмоциях своих клиентов, и тогда все будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.